Все свободны, а вы, Шойгу, останьтесь усидит ли в окопе министра обороны. Армии и войны, власть 16 января 14-4 все свободны. А вы, Шойгу, останьтесь, усидит ли в окопе министра обороны глава военного ведомства приставку к должности исполняющей обязанности будет носить недолго. Виктор Сакюрко. Комментариев просмотров 24-090. На фото, президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу, слева направо, фото, Михаил Мицель, ТАСС, материал комментируют. Владислав Шурейген. Редкий человек в России уронит слезу сожаления по поводу нынешней отставки правительства и особенно его председателя. Тут достаточно слов по поводу команды Медведева, достали уже. Перемена была ожидаема и предсказуема, но, как обычно, произошла как-то вдруг, как гром среди ясного неба чисто в стиле Путина, который любит озвучивать свои решения эффектно, шокируя публику. Изюминкой была лишь фигура сменщика премьер-министра и эксперты терялись в догадках, кто же может стать этой темной лошадкой. В числе прочих называлась и фамилия министра обороны Сергея Шойгу, который считался не только возможным кандидатом в премьеры, но и потенциальным преемником на президентский пост после 2024 года. Слава Богу, этого не произошло. И к счастью для самого Сергея Кужугетовича. Многие обратили внимание, как нервничал Шойгу при озвучивании Медведевым решения об отставке правительства менял выражение лица, по-разному складывал руки. Остальные министры, судя по выложенному в сети видео, были достаточно равнодушны и эмоцию не проявляли. В чем же было беспокойство министра обороны? Читайте также. Климатическое оружие. Россия без зимы оставил заговор американцев. Аномально теплый январь вызвал подозрения у депутатов. А что думает гидрометцентр по поводу погодных войн? Об отставке Кабмина он, наверняка, знал заранее. Все-таки с Путиным общается напрямую и выезжает с ним то на рыбалку, то просто погулять по горам Алтая. Сергей Кужугитович мог переживать лишь по одной причине своей будущей должности. А она на тот момент ему была неизвестна то ли в премьеры назначат, то ли на обороне оставят, то ли. Тут можно лишь предполагать, как сложится его дальнейшая карьера. На расстрельную должность премьер-министра он был явно не готов. Пронесло назначили налоговика Михаила Мишустина. Что же ждет теперь самого Сергея Шойгу, который, как и все остальные министры до назначения нового состава правительства, носит приставку исполняющей обязанности? У Шойгу, который руководит российской армией с ноября 2012 года, безупречная репутация. Можно, конечно, найти камни, чтобы бросить в его огород, но положительных моментов несравнимо больше. И первый, и самый главный, заключается в том, что он сумел вернуть былой авторитет армии, как в глазах общества, поверивших в ее боеспособность, так и самих военнослужащих, для которых служба в вооруженных силах стала престижной и почетной профессией. Все остальное вторично, хотя и не менее значимо. А это и новые вооружения, и обеспечение достойного быта военных. Армия России при Шойгу вышла на новый уровень и теперь заслуженно считается одной из лучших в мире. И Шойгу, не служившего срочную службу в армии и не заканчивавшего военное училище, тоже можно назвать лучшим министром обороны современной России. Не верите? Давайте вспомним его предшественников. Генерал армии Константин Кобец, возглавлял Минобороны 20 дней в 1991 году, спустя 6 лет был арестован за коррупционные действия. Борис Ельцин, два месяца в 1992 году, далее без комментариев. Генерал армии Павел Грачев, тут тоже без комментариев. Генерал армии Михаил Колесников, исполняющий обязанности. Менее месяца в 1996 году. Генерал армии Игорь Родионов, в должности чуть менее года в 1996-97 г. Маршал Шоссийской Федерации Игорь Сергеев, выходец из РВСН, ничего плохого для армии не сделал, но и особо хорошего тоже. Генерал-полковник запаса Сергей Иванов, контрразведчик, тоже без дальнейших комментариев. Мебельщик Анатолий Сердюков, уберите мои руки от клавиатуры. Ну и вот генерал армии Сергей Шойгу с 2012 года, прекрасно зарекомендовавший себя прежде на посту главы МЧС. Ну, и кому вы в этом списке поставите больше лайков? Не потому, что кто-то из прежних министров обороны был хуже или лучше, а по сделанному для реальной мощи и авторитета российской армии. Непобедимая и легендарная после развала Советского Союза прошла немало этапов преобразования и реформирования. Но ее реальное возрождение произошло именно после того, как ее реальным обновлением, с подачи Владимира Путина, занялся Сергей Шойгу, считает военный эксперт Владислав Шурейген. И здесь, помимо финансирования и глобального обновления боевой техники, большую роль сыграли внезапные проверки в вооруженных силах, которые помогли сформировать новый облик армии. Реальной боевой проверкой стала военная операция в Сирии, которая изменила ситуацию в этой стране в пользу правительственных войск и показала всему миру мощь российского оружия. Что очень важно за эти последние годы существенно окреп и авторитет как самой армии, так и людей генералов, офицеров, рядовых солдат как контрактной, так и срочной службы. У военнослужащих появилось чувство собственного достоинства, гордость за принадлежность к вооруженным силам. Я это армия. Такой основной литмотив военной службы. И заслуга в этом, в том числе и министры обороны. Припомнить, в хорошем смысле слова, можно и участие вежливых людей, которые обеспечили проведение референдума в Крыму и, как следствие, создание сил специальных операций, ССО, которые благословили президент и министр обороны. Отдельная тема операции в Сирии, которая стала последней страной, где сила российского оружия помогла изменить ситуацию в стране и действенно противостоять серьезному противнику в лице исламистских террористов. Еще один блок внезапной проверки и крупномасштабное учение Запад, Восток, Кавказ и прочих, которые показывают реальную мощь вооруженных сил. Еще одна заслуга Шойгу – переход армии на контрактную службу, создание профессиональных кадров младшего звена. Военное училище и академии наконец-то вернули себе статус кузницы кадров для армии. По бытовой теме ключи от новой квартиры для офицера – комфортная казарма, сталовая. Еще нельзя забыть про тыл вооруженных сил – это новая форма, обеспечение, транспорт. От Шамсуддинова, если в армии Шойгу нет дедовщины, тогда что это убивший восьмерых сослуживцев солдат-срочник раскаялся и готов пройти психэкспертизу. Посмотрим, кто теоретически мог бы сменить Сергея Шойгу на посту главы военного ведомства, если вдруг ему не доведется вернуться министерское кресло. Из армейского списка можно выделить двух возможных претендентов – начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова и главкома военно-космических сил генерал-полковника Сергея Суровикина. Последний, несмотря на нынешнюю должность УВКС, прошел весь путь армейского офицера от командира мотострелкового взвода до командующего восточным военным округом и также успешно командовал группировкой войск ВС России в Сирии. К тому же, как утверждается, Суровикин имеет прямой выход на президента, который высоко оценил его военные заслуги, так что именно его эксперты называют возможным будущим начальником Генштаба, а в перспективе министром обороны. В общем, замену Шойгу найти можно, причем даже не из военной среды, а скорее из каких-то знаковых политиков или губернаторов, которые имеют прошлое отношение к силовым структурам. Шойгу ведь тоже какое-то время после МЧС возглавлял Московскую область. И здесь напрашивается кандидатура губернатора Тульской области Алексея Дюмина, служившего в ФСО, начальник управления службы безопасности президента, возглавляя силы специальных операций, занимал должности в ГРУ, сухопутных войсках и даже был какое-то время в ранге заместителя министра обороны и входил в состав коллегии МО. Дюмина эксперты называют в числе трех основных преемников Путина на президентском посту. Видится, что Шойгу примет любое решение президента, он привык ему подчиняться, а уж в личной преданности Сергея Кужугятовича Путину можно не сомневаться. За это его тоже ценят. Отставка правительства России, Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин, последние новости. Зюганов рассказал, почему коммунисты не хотят голосовать за Мишустина. У дольцов о Мишустине антинародный курс не меняется. Стало известно, почему правительство РФ ушло в отставку. Путин предложил кандидатуру премьер-министра. Курс доллара резко поднялся после отставки правительства Медведева. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова